Здравствуйте, мы начинаем обучение на тему того, как составлять задания в системе ACE. Вообще, наверное, стоит рассказать о том, что сейчас система находится немножко в этапе развития. В принципе, это живая система, мы ее постоянно развиваем, поэтому те вещи, которые я покажу сейчас, они могут в ближайшее время немножечко измениться. В основном мы говорим об изменении интерфейса, так что если вы придете в какой-то момент в ACE, и немножечко эта картинка будет отличаться от того, что я вам сейчас буду показывать, ничего страшного, не нужно переживать, в основном мы работаем в сторону того, чтобы повысить удобность использования системы. Я хочу, чтобы вы сейчас все зашли в ACE. Кому-то нужна ссылка или она у вас есть? Давайте я ее в чат скину. Вы заходите по этой ссылке. Я не увижу, зашли вы или нет, поэтому если у кого-то будут какие-то проблемы, дайте мне об этом знать. Включите микрофон и расскажите мне об этом. В чате ссылка. Вы вводите свой ECQ-код, пароль и заходите в Face. Дальше у вас будет пустая страница с важной информацией. Вам нужно выбрать «Мой рабочий стол». «Мой рабочий стол» — это вторая вкладка на оранжевой строчке меню. Если вы нажмете на «Мой рабочий стол», то вы увидите здесь три раздела. Об этом я говорила на недавнем обучении, про то, как использовать здесь для создания заданий и тестов. Значит, самое главное, что нас волнует, немножко пробегусь. Слева у нас раздел поиска, в середине, собственно, сам рабочий стол. И справа мы видим, какие тесты к каким ученикам направлены, их прогресс решения и другую важную информацию. Сейчас мы с вами будем работать вот в этой вкладочке. Вкладочка «УС или Асанна» — новое задание. Вообще, я хотела поделиться такой информацией. Я сейчас очень активно работаю над переводом интерфейса Acer. Если все будет хорошо, то, в принципе, на следующей неделе есть шанс получить бета-версию русского интерфейса. И тогда появится переключение языка, и можно будет уже работать на русском языке. Все с тем достаточно удобно. Единственное, что если будут какие-то ошибки, то давайте нам об этом знать. Но пока что мы все кнопки смотрим на эстонском языке. И, соответственно, записи они тоже будут на эстонском языке. Итак, все ли зашли в Эйс? Напишите мне тогда в чат, я буду отслеживать этот момент. Все ли зашли в Эйс? Если да, то да. Если нет у кого-то проблемы, дайте знать тогда. Хорошо? Хорошо. До рабочего... Так, Елена, в чем дело? Елена, вы можете включить микрофон, это будет немножко быстрее. Ей надо через Айди-карту зайти. Да, сейчас, извините, я подкручусь, я просто... Хорошо, хорошо, хорошо. Продолжай. Да, хорошо, тогда продолжаю. Мы берем на рабочем столе... Не стремим, я не делаю карточку. Так, микрофон выключаем. А, Елена, тоже не зашли. Ищите Айди-карточку, спокойно заходите, вы все успеете. Просто меня так за фоном слушайте. На рабочем столе, рабочий стол на оранжевой вкладке, на оранжевой строчке, это минуты и лаут. И, соответственно, когда вы попадаете слева, там, где у нас поиск сборников, у нас появился новый раздел, который называется «Уз Юлясанна». Если мы на него нажимаем, то сразу же вам открывается первая самая форма. Вообще, составление заданий здесь в меню мы видим всего три вкладочки. «Юль данмет», «Юлясанда», «Сису» и «Касут Томисайя Лугу». «Юль данмет» — это общая страница задания, на которую мы вводим важные параметры, которые потом определяют, как мы это задание сможем найти. «Эйс» сохраняет задание в случае, если у них выбраны две вещи. Введено название, без названия задание сохранить нельзя. И второе — это предмет. То есть обязательно вы сейчас называете так, чтобы вам было удобно потом это задание найти. Ну, например, я назову «Настя делает задание на семинаре». Я потом точно буду знать, что это задание, которое я пробовала делать, и, скорее всего, я его потом удалю. Анна, вы видите свой стол, да? Вы видите рабочий стол, как у меня, который состоит из трех частей. Вот это вы видите? Хорошо, вы напишите тогда, когда сможете реагировать, пока я буду говорить дальше. Итак, мы вводим название задания и обязательно выбираем «Пыхи и пяйны». Это очень важно, потому что без выбранного учебного предмета система ничего не сохранит. Ну, например, я сейчас не буду выбирать, что это химия, пытаюсь сохранить. Он мне дает красный текст. Любой красный текст в системе значит, что какая-то ошибка есть на странице. Обычно есть достаточно вежливый, и он показывает здесь, что нужно удалить ошибки, по-моему, карвальдовят, и показывает красным цветом, где именно эта ошибка есть. Сейчас я выберу предмет «Химия» и сохраняю. Немножечко расскажу еще о том, как у нас построены общие данные. Если я выбираю предмет, то я могу выбрать и тему. Это удобно, потому что тогда мы можем использовать поиск, и фильтры поиска позволяют очень удобно найти это задание. Ну, здесь это основная тема в химии, есть, соответственно, подтемы, которые, опять же, немножечко поиск детализируют. Можно этого не делать, если вы уверены, что вы потом в своих заданиях не запутаетесь. Дальше есть раздел «Эпитулимусы». Они сейчас не работают, тут нечего выбирать. Может быть, мы их в какой-то момент заполним. В квалитете мерк – знак качества. Вы автор этого задания. Ваше задание никто больше, кроме вас, не увидит. Вы можете свои задания направлять ученикам. Ученики ваши могут эти задания решать. Единственное, что вы еще можете делать, если вы составили тест или самостоятельную работу, вы можете ей поделиться с коллегой. Для этого вам нужно знать, если код коллеги. И в таком случае коллега сможет использовать ваш тест. Но с вашим заданием коллега ничего не сможет делать. Это сделано для того, чтобы мы немножечко могли следить за объемом материалов, который в AISI создается, потому что, к сожалению, ваше задание мы не можем модерировать. У нас нет для этого человеческого ресурса. И вы отвечаете за содержание сами. Если вы отвечаете за содержание сами, то там могут быть ошибки какие-то. Это нормально, это у всех бывает. Но в том плане, что ни инови, ни хит, соответственно, за это не несет. Вот, поэтому в знак качества здесь стоит учитель. Это составленное задание учителя. Теперь здесь есть различные средства, которые можно добавить к заданию. Я сейчас, например, добавлю линейку, потом мы посмотрим, что это такое. Перечислю. Атлас понятно, да? Это не атлас какой-то интерактивный. По-моему, это просто знак для ребенка, что он должен использовать атлас. А вот словари эстонско-русские, эстонско-английские – это реальные словари, которые сделаны для экзамена по награжданству. Вот, линейка – это инструмент, который позволяет измерять углы. Здесь сделаны некоторые вещи для химии, периодические таблицы и таблицы растворимости. Потом есть конституция и калькулятор. Конституция тоже была для закона на гражданство сделана. Вот, если есть какие-то потребности, например, в новых инструментах, можно, в принципе, мне написать, мы взвесим, и если это будет как-то помещаться в наши планы по развитию системы, то мы можем такие вещи тоже добавить. То есть, ну, это точно не будет сразу, у нас большая очередь на заказы с развитием, но есть шанс хотя бы, если вы напишете, что-то получить. Так, я хотела добавить линейку, я ее добавила. Сюда можно писать заметки. Обычно мы используем эту ячейку для того, чтобы вставить сюда эпитулиумус, результат обучения, которому это задание соответствует. Почему это удобно? Потому что я потом в поиске, в ячейку со свободным вводом смогу всегда ввести какую-то часть результата обучения, и система мне найдет мои задания. И здесь нарксынат — это опорные слова для поиска. Тоже можно сюда что-нибудь написать. Автор вы. Очень важный момент. Я прошу как бы особенно на это обратить внимание. Я больше чем уверена, что задания, которые вы будете составлять, скорее всего, они будут на русском языке. Если они будут на русском языке, это значит, что по умолчанию у нас язык задания эстонский. Это влияет на очень многие моменты, такие как, например, технические инструкции. Язык, который мы выбираем, когда направляем это задание ученикам для решения, вы обязательно должны здесь ставить язык русский. Основной язык этого задания, который вы составляете, я больше чем уверена, будет русским. Вот, обратите на это внимание. Соответственно, если задание запланировано на эстонском языке, то эстонский остается. И вот это тоже очень важное меню, где у нас три статуса задания. Статус, может быть, задание находится в процессе составления. Задание готово к использованию этого Альмис. И задание заархивировано. Это третий статус, который показывает, что вы задание составили, но по каким-то причинам не хотите его использовать. Как это может быть? Я сделала задание, отправила его решать детям, и оказалось, что в нем ошибка. Дети нашли ошибку. Если это задание уже кем-то решено, вы его не можете исправить. Но есть смысл сделать копию и заархивировать первый вариант, и работать дальше с копией, которую вы можете исправить, и отправить следующему классу. Почему нельзя исправить задание, которое уже было кому-то отправлено? Все очень просто. Дети уже решили, они уже дали ответы в соответствии с тем, что у вас было написано. Если мы начнем задним числом менять задание, то получается, что те, кто уже решали их ответы в системе, когда они будут просматривать свои ответы, там будет полная ерунда. Вот. Поэтому что-то нашли, какую-то ошибку, старый вариант заархивировали, сделали копию и двигаемся дальше. Сейчас наше задание в состоянии составления, и есть смысл менять статус на готово, тогда, когда вы полностью уверены, что с этим заданием все хорошо. Я потом покажу, зачем эти статусы нужны и где их удобно использовать. Хорошо. Теперь мы можем выбрать школьную ступень. Ну, например, поставим сейчас третью школьную ступень. Вот. И здесь вот есть важный момент. У нас вся система построена на идентификационных номерах. Идентификационные номера, задания или тестов, это очень легкий и удобный в использовании инструмент. То есть, в принципе, я вот по этому IDA-номеру в поисках, в поиске заданий могу всегда найти то, что я вот здесь сейчас составляю. Номера ставятся системой автоматически, все номера уникальны, и тут никакой путаницы быть не может. Так, теперь я сохраняю все свои параметры, которые я выбрала. Еще раз, очень важно, русский язык у меня сейчас. Иду дальше. Виласан де Сисо. Собственно, это вот теперь та вещь, о которой мы будем говорить все три семинара. Мы здесь подготовили с Хелли для вас. Да, у нас, кстати, я не одна. Я, конечно, сейчас говорю, но у меня в помощниках моя коллега из Инови Хелли Луки Лукин, которая очень-очень помогает с всем вот этим предприятием. Так, итак, эта страница, Виласан де Сисо, переводится как содержание задания. И здесь мы с вами будем работать. У нас очень много разных типов заданий, про которые мы будем говорить. Мы поделили их все на три логические части, и эти части, о чем мы говорим каждый раз, вы можете посмотреть в плане семинара. Что важного на этой странице? Вот здесь можно проверить, какой язык задания у нас. Если задание вдруг переведено, в вашем случае перевести задание невозможно, но если вы берете любое задание из Инови, скорее всего, они переведены, то здесь есть переключатель между языком основным и языками перевода. Обычно это русский и эстонский. Вот. В этом меню слева у нас список типов заданий, которые мы можем использовать. Обратите внимание, здесь есть такая вещь, опять же, выпадающее меню, которое называется МАЛЬ. По-русски это шаблон. Мы сделали несколько шаблонов, которые немножечко облегчат вашу жизнь в плане составления заданий. Об их использовании я тоже расскажу немножечко попозже. В АСЕ есть определенные правила оформления, которые мы советуем использовать, потому что они помогут, если мы будем следовать этим правилам, в оформлении заданий они немножечко облегчат детям задачу восприятия этой информации с экрана. Так, в это окошечко можно написать какой-то комментарий для всего задания, который увидит ребенок. И есть последняя вкладка, которая покажет вам, в каких тестах или самостоятельных работах это задание было использовано. Зачем это нужно? Например, вы нашли ошибку там с восьмым Б-классом в этом задании, и вы не знаете, может быть, у вас какие-то семиклассники сильные это же дело уже решали. Здесь всегда можно посмотреть, кому вы когда направили, и если нужно, то детям дать знать, что, слушай, тут была ошибка, на самом деле, у тебя немножко может быть другое количество баллов. Итак, сейчас мы поговорим об основных инструментах. Это еще не интерактивная часть. Я начну вот прямо с окна ввода текста. Этот блок заданий называется AusText. Почему блок заданий? Я сейчас кое-что покажу. Вот я нажала на AusText, ввела сюда мой первый блок и сохранила. Теперь, если я пойду обратно в Yulia-Sanda-Siso, Yulia-Sanda-Siso – это та страничка, на которой я могу выбирать части задания, из которых оно будет состоять, то вы увидите, что здесь мой первый блок, как раз вот этот вот основной блок текста, он выглядит таким вот прямоугольничком. То есть у нас все вот эти прямоугольнички, они называются по-эстонски SISO-блоки, по-русски, скорее всего, что-то около блока с содержанием. Так, теперь моя коллега Хеля подготовила мне тут в помощь материалы, которые помогут немножечко упростить составление заданий. Вот. Смотрите внимательно. Вы на своих экранах можете вводить туда всякую ерунду. Это нормально. Вам главное попробовать сейчас кнопки. Если будут какие-то вопросы, включайте микрофон и сразу же спрашивайте. Итак, сейчас я сделаю Хеля. Куле айта муле корракс Пауна, что с уносит муле саду тестирование? Да, меня меня все тестирование и сооритирование. Все каи влюбленные. Мауран все самое. Just. Сейчас я вам немножко... Да, прежде чем дальше мы переходим к технической части, сейчас я вам покажу, что именно мы с вами сегодня сделаем, какие типы заданий мы рассмотрим. Это будет добавление видео. У меня в наушниках видео со звуком, я думаю, что у вас, наверное, нет. Дальше это будет вопрос с выбором ответов. Выглядит это примерно вот так вот. Это вопрос и три ответа. следующее задание будет вот этот текст, про который я начала говорить, с бобром. Здесь у нас есть табличка с несколькими ответами. Она немножко похожа на задание с выбором ответов, но отличается некоторыми моментами. Дальше у нас есть выбор текста и есть вопрос, где можно выбрать несколько ответов с галочками. И третье, к чему мы пойдем, это можно красить текст в разные цвета. И последнее, о чем мы поговорим, это бегунок. Ползунок, бегунок, по-русски называется. Вот такие вот вещи. Итак, я уже начала с алус текста, поэтому я перейду сразу ко второму заданию. здесь он. Кнопочка алус текста, это основной текст. Я сейчас немножечко пробегусь по меню, чтобы вы понимали, что происходит. Некоторые вещи мы будем сейчас просто игнорировать, они вам не понадобятся. Здесь обычные кнопки, в принципе, все эти пиктограммы достаточно понятны. Жирный шрифт, наклонный шрифт, подчеркивание, индексы. Вот для химиков, математиков это важно. Скоро здесь появится кнопочка ввод математического текста, вот буквально на днях, то есть можно будет такие формулы посложнее ввозить, как в Word. Картинка, табличка, спецсимволы, ссылка. Вот. Какое-то минимальное количество инструментов для оформления. Вот важный момент, кнопочка со стрелочками. Если у вас идет работа с большим текстом, есть смысл сделать этот окно на весь экран. В данном случае немножко еще по меню у нас есть две важных строчки, которые мы всегда заполняем. Это строчка первая, это QSIMUS WTUHEND, это там, куда мы пишем инструкцию, что ребенок должен делать. В случае тестов, скорее всего, это будет прочти текст и ответить на вопросы или прочти текст и выполни задание. Достаточно стандартной формулировки. И вторая строчка это техническая инструкция. Техническая инструкция у нас в системе все введены, их не нужно выдумывать. Единственное, что, может быть, какие-то инструкции нужно немножечко затюнить, в зависимости от того, что именно у вас ребенок делает. Формулировки мы просим не менять, но какие-то слова, допустим, или там окончания можно изменить. Я покажу технические инструкции в других заданиях. Они присутствуют там, где у нас есть интерактивные задания, то есть ребенок должен что-то сделать. В общем, этот блок выглядит примерно так. Вы сейчас это не должны делать, но я вот, например, покажу, что вообще для оформления мы используем табличку, у которой один там ряд, один строчка, это, то есть, такой квадратик с определенными параметрами. Вам сейчас это не нужно запоминать. Я просто показываю, что на самом деле эта табличка, она занимает время, чтобы ее нарисовать, плюс у нас есть определенные правила, мы должны эту табличку покрасить в серый цвет, чтобы она была различимым элементом, да, и потом уже сюда идет какой-то текст. Чтобы вот эти вещи все вручную, каждый раз не делать, мы сделали такую вещь, как шаблоны. Названия шаблонов тоже, они пока что на эстонском языке, но я надеюсь, что скоро будут и на русском. Итак, я возьму шаблон, вот эта основная таблица для текста с картинкой. Если я выбираю этот шаблон, что происходит? У меня образуется сразу же какой-то блок, даже два, здесь картинка отдельно, табличка отдельно, с которыми я могу дальше работать. И если я посмотрю, как выглядит это у ребенка, видите, у меня сразу же появилось, что это основа для введения текста, картинка в правильном месте, заголовок правильного размера, я только должна текст заменить. Здесь же ссылка на источники, если мне это нужно, если мне это не нужно, я это просто удалю. И смотрите, в предпросмотре видны все мои данные, то есть какая школьная ступень, какая тема задания, кто автор и коллица Демеркта. Вот, я сейчас перейду снова в основное меню, мы с вами поговорим о картинках. У нас есть тут, кроме АЛУС-Текста, который мы сейчас займемся, есть блок «Вставить картинку». Любые картинки, которые вы хотите использовать в своих заданиях, они должны быть загружены в систему. Если я нажму на этот блок, нажать «Вставить картинку», у меня появится вот такая страница. Все очень просто. У меня просто здесь уже была картинка «Утенка», но если я хочу вставить новую картинку, я нажимаю вот на это поле, тут написано опять же, что для того, чтобы загрузить файл, или перетащи его сюда, или «Нажми», нажимаю на это поле и выбираю нужную мне картинку. В данном случае у меня картинка «Бобра». Вот, картинка появляется здесь, картинка появляется здесь, и вы видите, у меня их две, и все картинки можно загрузить прямо сюда в одно место, не нужно делать каждую картинку в отдельном блоке, и тогда я потом смогу выбирать, какую именно картинку я хочу выбрать. Сейчас я вернусь в свой шаблон таблицы, и если я нажму два раза на «Утенка», у меня вот здесь вот есть выбор картинок. Вот эта картинка «Утенка», это картинка моего «Бобра». Выбираю картинку «Бобра», он меняет мне ее здесь, я могу сделать другую, другую ширину, например, сделаем «Бобра» побольше. Если я не меняю, если у меня замочек закрыт, то если я меняю ширину, он мне высоту меняет автоматически, очень удобно. Здесь можно поиграться, я могу сделать картинку с рамочкой, обычно мы делаем без, но это тут дело вкуса. Дальше я могу посмотреть отступы текста от картинки, посмотрите, вот здесь вот есть расстояние, если я поставлю сюда не 10, а 100, то расстояние между текстом и картинкой увеличится. Я советую эти настройки не трогать, они в шаблоне все стоят как нужно, вот и используйте их. Так, вернусь к моему тексту с «Бобром». Наши материалы сейчас на эстонском языке, но нам не важно какое содержание, поэтому я вставляю заголовок, прочитаю текст и ответь на вопросы. Сейчас заголовок на эстонском языке. Поменяем, соответственно, заголовок текста на «Бобер» и вот в источник допишу, что источник у меня моя коллега Хеля. Копирую из Word текст. Единственное, что будьте осторожны, когда вы копируете текст из Word, то Word может с собой тащить всякую вот проблему в оформлении. Я советую, прежде чем вставлять, просто копировать и вставлять сюда, вставляйте, используя клавиши «Контрол-шифт-в». В таком случае система сбросит все настройки Word, «Контрол-шифт-в» и вставит сюда чистый текст, где не будет проблем в исходном коде. Поскольку, опять же, любое задание – это интернет-страница, то определенные правила есть вот такие, вот как правильно вставить текст, чтобы потом браузеры показывали этот текст красиво, а не как бог пошлет. Вот. Теперь у нас вот есть в этом шаблоне, в принципе, красивый текст, да, все, что нам нужно было сделать, это загрузить картинку и вставить текст из файла. Из файла, из интернета, еще откуда-то. Вот. Теперь мой ученик видит тот текст, который мне нужно. Если мы дальше вернемся к тесту, который мы решаем, то вот этот текст, он абсолютно в таком же виде, как он был бы у ребенка на экране. Вот. Это пригодится тем предметам, у которых очень много вот этого опорного материала, по которому задаются вопросы. Я вам быстренько покажу еще одну вещь, один из хороших шаблонов, если у нас длинные-длинные тексты. Это не в этом случае, но мы сейчас поиграемся. Есть такая вещь, как скролл этого текста, я нажимаю на него. Такая же табличка с утенком. И смотрите, что он делает. Я вот здесь только сейчас текст заменю. Ctrl-Shift-V. Я хочу длинный текст, я его вставлю несколько раз, сохраню, и я думаю, что это как раз для языков будет удобно. Вот такая вещь есть. Это табличка, которая будет иметь возможность прокрутки. Поскольку я использовала этот шаблон прокрутки, у меня, видите, и у первой таблички тоже появилась эта функция. Теперь я хочу удалить все лишнее, свою табличку с прокруткой. Пусту-то эта кнопочка. Удалять можно только по одному блоку за раз. Это сделано как защита от случайных нажатий, поэтому это занимает время. Вот этот блок HTML-тайс, это как раз та функциональность, которая позволяет делать прокрутку. Вот если я ее сейчас удалю, то и мой бобер больше не будет крутиться. Вот он. Сейчас я покажу. Мы поговорили про луст текст, мы поговорили про картинку, теперь мы поговорим про видео. Мы очень советуем видео загружать напрямую в систему. Здесь можно использовать ссылки на YouTube. Не проблема. Но вы же понимаете, что видео с YouTube может потеряться. В какой-то момент его удалят там, и тогда его удалят и из этого задания. Поэтому мы рекомендуем видео загружать и заливать Waze с компьютера. Я загружаю видео своего бобра. У меня появляется несколько настроек. Во-первых, можно использовать два разных плеера. Плеер, который встроен в систему, он позволяет зацикливать видео. То есть оно будет бесконечно играть по кругу. Мы можем отмечать, сколько раз его можно слушать. Мы можем запрещать ребенку ставить паузу. И еще можем считать количество прослушиваний, но эта строчка вам не нужна. Есть видео, которое показывает браузер. Это встроенный плеер в браузере. Но здесь проблема, что нельзя как раз количество прослушиваний ограничивать. Зато можно фиксировать высоту и ширину. Я буду использовать этот плеер. Сюда можно поставить ссылочку на видео, откуда оно взято. Эта ссылочка будет тогда видна на странице. Я сейчас не буду делать. Здесь тоже выбор. Мы можем показать это видео, можем не показать. В случае видео, эта галочка, она стоит автоматически, она должна быть. Вот так. Сохраняем. Сохраняем. И если бы я была ребенком, у меня был бы вот такой вид. Естественно, здесь вот она играет. Естественно, вместо картинки вот сюда можно вставить видео. Это не проблема. Это просто картинка меняется точно так же на видеофайл. Иногда, может быть, нужно поиграть с оформлением. Если возникнут такие желания, тогда напишите. Я объясню. Сейчас не буду этого делать. Вот наша, кстати, линейка. Видите, все значки и периодическая система конституции все появляются здесь. Ну, если бы это было задание по математике, вот там померяем диаметр этого картинки. Вот он какой-то такой. Вот. Линейка. В принципе, эта линейка неплохая для использования. Тоже тем, кому нужна математику, вот тут можно с этим играться. Так. Поехали дальше. Так. Сейчас мы поговорим о самом простом типе заданий, которое есть в системе. Это задания с выбором ответов. Те, кто выбирали Google... Те, кто уже использовали Google-форумы, я думаю, что вы сталкивались с этими заданиями не раз. Сейчас, секундочку. Одну секундочку. Те, кто занимались в Google-форумах, они знают, что там это сделать очень просто. У нас система все-таки для профессиональных заданий. У нас очень много параметров. Я сейчас открою страницу, где составлять ответ с выбором... Вопрос с выбором ответов. В меню это ВАЛИК, ВАСТУС, ЭГКЮСИМУС. Это второй столбик практически в самом низу. Если мы нажмем, появится такая несколько пугающая картинка. Не надо бояться. Здесь все логично, все структурировано. Пару раз можно это проделать, и будет понятна системная логика. Итак, значит, как я уже говорила, у нас есть инструкция содержательного характера. В данном случае это вопрос, к какому классу относятся бобры. Опять же, я его копирую на эстонском языке. И вот здесь то, о чем мы с вами говорили, техническая инструкция. В этом задании можно выбрать один ответ, сделать так, и можно настроить, чтобы ребенок выбирал несколько ответов. Поэтому у нас здесь две технические инструкции. Мы можем нажать на соответствующую кнопку в случае одного ответа или квадратики в случае двух ответов. Опять же, инструкции все унифицированы. Мы их используем уже 10 лет. Я знаю, что они не идеальные, но мы не сможем их поменять одновременно во всех 15 тысячах заданий, которые у нас есть. Поэтому уж какие есть, такие есть. Если есть какие-то советы, может быть, где-то нашли ошибку, дайте знать. Я могу эту инструкцию поменять. Видите, он мне дает все менять. Но если есть возможность этого не делать, если она, в принципе, для вашего задания подходит, лучше оставьте, как есть. Так, это касается инструкции. Теперь, как ввести варианты ответов. Все очень просто. И варианты ответов, и поля в матрицу оценивания добавляются всегда через кнопочку «Лиса». Я тут должна подсмотреть. Подсмотреть. Подсмотрела, какие у нас ответы предлагаются. Скопировала их. Теперь у меня есть вопрос, к какому классу относятся, да простят меня биологи, если я что-то неправильно говорю, относятся бобры и ответы, млекопитающие, еще тут какие-то и рыбы. Игнорируйте в столбик «Сельгитус» это пояснение. Это нужно для статистики, для серьезных тестовых заданий. Вы это вряд ли будете использовать. Поэтому это пока игнорируйте. Здесь вам нужен только вот самый этот первый столбик «Нимитус». И «Д» ответа появляется автоматически. Здесь ничего не нужно делать. Покажу несколько вещей. Я сохраняю то, что я ввела. Внизу кнопочка «Лиса» для матрицы оценивания. Если я сохраню, он мне покажет мои варианты ответов в скобочках. Я люблю так делать, потому что если вариантов ответов много, я не запутаюсь в этих АБЦ. Если я начну что-то добавлять до того, как я сохраню, но тут, не знаю, там еще что-то, да, мы тут, неважно что, то этот ответ тоже появится, но, видите, он будет без пояснения. И если у меня их много, чтобы не запутаться, я предпочитаю после сохранения заполнять матрицу. Пункты можно выставить по умолчанию, он дает один пункт, без вариантов. Но если вы хотите поставить полпункта, то ставить полпункта. Кто хочет побаловаться с серьезным оцениванием, в нашей матрице очень много параметров. Смотрите, куда я нажала еще раз. Стрелочка, которая позволяет матрицу открыть. Вот, немножко проще будет, когда будет перевод интерфейса, опять же. Но здесь можно поиграться, например, с такими вещами, как вот эта строчка обозначает, что мы сюда ставим количество ответов, при превышении которых мы даем минимальные пункты. Минимальные пункты у нас вот здесь указаны, это ноль. Например, если я поставлю сюда, что циферку 1, это значит, что если ребенок выбрал больше одного ответа, он получит ноль баллов. Что мне это даст? Покажу на секундочку. Смотрите. В данном случае я могу выбрать все три ответа. Если я отвечу так, он дает мне ноль баллов. Но если я выберу один правильный ответ, я, к сожалению, не помню, какой там был правильный ответ, вот, угадала, то я получу свой балл. Я не даю ребенку подсказку, что он должен выбрать только один ответ. Я даю ему выбрать сколько хочешь, но если он слишком много выберет, он получит ноль баллов. Я могу ограничить. Здесь есть такой параметр, как максимальное количество ответов. Если я сюда ставлю один, то мы в роли ребенка видим здесь как раз вот эти кнопочки. Если я там не ставлю один, еще раз иду обратно, то там будут квадратики, и тогда мы не забываем, что нужно поменять техническую инструкцию на квадратики. Что еще из таких волшебных вещей есть? Здесь же точно можно выставить параметр «Минимальное количество правильных ответов». Например, я поставлю здесь два и здесь два, и добавлю сюда два правильных ответа в матрицу. В таком случае ребенок получит баллы только в том случае, если он выберет два ответа. Тогда он получит свои баллы. Вот здесь нужно регулировать, сколько баллов. Мы можем выставить за каждый ответ по одному баллу. Здесь есть такой параметр, как максимальное количество баллов. Им тоже можно управлять. То есть я могу игнорировать вот эти баллы и поставить баллы, которые ребенок получит за все ответы сразу вот в этой ячейке. Таких много всяких моментов, с которыми интересно поиграть, но они уже, может быть, для более продвинутых пользователей. Минимально, что нужно знать, это, если вы хотите несколько ответов, вы сюда не ставите единичку. Если вы хотите один ответ, сюда ставите единичку. Сюда мы добавляем варианты ответов, и здесь мы выбираем правильный ответ. Все, сохранили. Так. Сейчас я все двоечки сотру, чтобы он не ругался. Это вопрос сейчас был с выбором ответов. Если есть какие-то вопросы, может быть, кто-то отстал, то самое время тогда сейчас их задать. Если нет, мы пойдем дальше. Так, мы разобрались с видео, с картинкой и с текстом, и сейчас переведем к очень-очень интересному типу заданий, которое называется... этот блок сам по себе называется... текст Иоса Валик. Вот он здесь, второй столбик, четвертый снизу блок. Я сейчас сделаю такую вещь. Поскольку у меня накопилось очень много снизу блоков, они мне не нужны. Я их постираю, тогда мне будет удобнее делать предпросмотр в роли ученика. Вы все равно моего задания не видите, поэтому оно вам не пригодится. Я не буду тратить время на создание нового задания. Итак, я беру текст Иоса Валик, нажимаю, и мы видим уже знакомый нам абсолютно текстовый редактор, с которым мы уже работали. Если я вернусь к той работе, которую подготовила мне коллега, я копирую отсюда содержательную инструкцию. И в зависимости от того, что мы будем сделать в текстовом редакторе, у меня здесь есть выбор. Мы с вами будем выбирать слова из текста, мы будем выбирать слова. Поэтому техническая инструкция, выбери правильный ответ, нажав на соответствующее слово. Здесь я копирую предложение, вставляю его Ctrl-Shift-V для того, чтобы у нас не было никаких лишних вещей. Немножечко я расскажу о функционале, который, несомненно, достаточно удобен, и его нужно использовать. Значит, это задание. Функционал появляется тогда, когда мы сохраним. Это задание представляет из себя такой мультифункциональный инструмент, когда я могу выбирать куски текста, я могу сделать слова с кнопочками, я сейчас все это покажу. И это все в одном буквально блоке. Для того, чтобы применить функцию, я выбираю слово, которое мне нужно, нажимаю на вот эту галочку. Галочка появляется после сохранения, после первого сохранения блока. У меня появляется выбор, маленькое менюшечко. Вот эту галку нужно снять в случае, если вы не хотите, чтобы ребенку появлялся вот эта радиокнопочка кругленькая или квадратик, куда он ставит галочку. Я сейчас ее не снимаю, покажу вам, что получится. Смотрите, да? Вот у меня это слово, которое я могу выбрать. Если мы работаем с текстом, то я не хочу видеть эту галочку. Я вот ее здесь уберу. Вот. И в данном случае я сделаю несколько кликабельных слов, среди которых ребенок может выбирать. Если я сохраняю это задание, у меня есть предпоросмотры, видите, у меня четыре слова. Здесь случилась маленькая беда, точка попала внутрь активной зоны. Ничего страшного, но, опять же, там следите за оформлением, чтобы это было красиво. Матрица, все точно так же. Я выбрала, какое из этих слов правильное. Если я хочу, чтобы только один был правильный ответ, опять же, максимально валикутар выставите один. Он тогда больше просто не сможет выбрать, если я сейчас здесь поставлю один. Получится так, что я могу пытаться нажимать на несколько слов, но оно прыгает. Если у меня там единички не стоит, ребенок может выбрать все слова. Есть абсолютно такие же ограничения. Здесь действуют как в случае с вопросом с выбором ответов. То есть также я могу дать выбрать все и поставить ограничения, что баллы ребенок получает только в определенном случае. А теперь про интересное. Я вернусь к тексту с бобром. Вернусь к тексту с бобром, потому что мне нужен более длинный текст. Это для людей, которые работают с языками. У меня есть здесь возможность, если это яготекст осадекс, есть возможность разделить этот текст не вручную, как я вам показывала, не по одному слову целый текст, а сразу все содержимое своего окошка. Я могу разделить по словам, могу разделить по предложениям. Давайте сейчас поделим по предложениям. Он сразу сам поставил всю функциональность. Он работает от точки до точки. То есть вот, например, в этом месте у нас случилась беда. Он поставил, что после вот этой точки идет новое предложение. То есть некоторые вещи нужно просто вручную посмотреть. Все предложения остались серыми, и мы видим, что мы можем выбирать. Поскольку у меня нет ограничений, я могу, в принципе, выбрать хоть весь текст. Покажу несколько интересных вещей. Если я хочу сбросить всю функцию, которая тут есть, я нажимаю на тюхи 100 осадекс ягами, но у меня остается пустой текст. Покажу одну интересную вещь. Я хочу сейчас разделить по словам. Он может разделить и по буквам тоже, что интересно. Он может выбрать только цифры, а может выбрать еще и цифры и символи. Это всякие знаки там припинания. То есть мы можем выбрать только знаки припинания, и для языков он будет работать с тем, чтобы найти, например, лишние запятые в тексте. Сейчас мы разделим по словам, сохраним. Немножко времени идет, видите, да, сколько он работы проделал. И вот это вот с серыми вот этими фонами выглядит не очень. Мы можем выключить серый фон. Это тогда части текста без серого фона. Сохраняем. И ребенок тогда видит вот такой красивый текст, в котором он может выбирать слова. И здесь тогда уже для оценивания нужно поиграть с ограничениями, как заставить систему делать все эти вещи как-то более правильно. Вот. С матрицами тоже все понятно, да. Если мы здесь выбираем правильный ответ, в данном случае у меня все слова в одной группе, да, то у меня такой текст, он огромный получился. А давайте мы с вами сделаем, я уберу сейчас редакцию. Так, вот этих вещей не нужно пугаться. Это значит, что что-то где-то он затупил, такое бывает, и выдал ошибку. Ошибка сразу же идет к разработчикам, разработчик ее достаточно быстро поправит. Игнорируйте. Мы сейчас зайдем обратно на рабочий стол. Смотрите, на рабочем столе мое задание, которое я составляла, оно сразу же тут появляется. Я вижу, что это вот у нас сидело задание. Это то, что мы сейчас сделали с вами. Так, на самом деле мы сейчас возьмем вот этот вот момент. Я скопирую предложение, выберу снова текст Иоса Валик и вставлю это предложение два раза. Тогда мы должны учитывать, что эти слова, наверное, если бы это было два предложения, ребенок выбирает одно слово из первой группы, из вот этой группы, да, и второе слово из второй группы. Так, значит, здесь для того, чтобы разделить эти выборы на группы, возникло у меня две матрицы. Я должна обратить внимание вот на эту букву. Кюсимус Эйда Нумдер. Все слова, которые у меня, Кюсимус Эйда Нумдер, одинаковые. Видите, он А, А. Здесь снова будет А. Ну и хватит с него. Они будут в одной группе, и тогда я здесь меняю сейчас на Б. Б меняется на Б. Русский язык не работает, поэтому смотрите, когда вы ИД номера проставляете, чтобы обязательно был английский язык. Русский язык для ИД номеров, если они буквенные, да, он не работает. Так, я надеюсь, у меня сейчас все получится. Не сняла я галочки. Вообще галочки нужно тут снять в данном случае. Вот они. Смотрите, у меня появилось две матрицы. Первая матрица – это первый вот этот Ильвис, Рэбан и Хунь, да, и вторая матрица – это, соответственно, второй. Первая для А группы, вторая для Б группы. Вот здесь вот видно полная ерунда, потому что я скопировала вот отсюда и вставила не Ctrl-Shift-В, а просто Ctrl-В. Видите, он притащил с собой моменты всякие оформительные. Если я сейчас здесь ставлю Ctrl-Shift-В, это как раз вот то, о чем я говорила. Копирование из Word при вставлении в интернет страницы тоже, оно тащит с собой всякую ерунду. Ну, здесь у нас вообще что-то сломалось. Вот, таких вещей тоже не нужно бояться. Можно просто взять все удалить, сохранить. Аккуратно копируйте, да, потому что просто я скопировала неправильно, и вот у меня за собой понеслось. Так, про группы понятно. Мы вот в этом моменте должны учитывать, что все, что в одной группе, здесь должна быть одна и та же у меня буква. Или какой-то другой признак или слово, вот что-то такое. Если оно в одной группе, тогда матрица будет одна. Если я хочу несколько матриц, тогда, соответственно, я делаю разные группы. Так, следующий тип задания, про который мы говорим, это... Это этот же самый тип задания, текст Иоса Валик. Но можно сделать немножечко другую функциональность. Например, оформить это вот таким образом. Ильвес, Рэбане, Хунть и Коэр. Если я возьму эти же слова, но вставлю вот эту галочку перед ними, как у Хелли сделано, видите, текст Иоса, вот эта строчка, она пустая. И просто я их тут сейчас наставляю. Сделаем тут вот вторую группу. Вторую группу и сохраняю. Посмотрите, что получится. У меня появились квадратики, появилось две матрицы. В первой матрице выбор 1 и 2, потому что сами группы, не группы, а сами вот эти штучки, они пустые. У меня здесь нет пояснительного текста, поэтому он мне его не показывает. И, соответственно, во второй матрице Б тоже выбор 1 и 2. Если я отмечу, допустим, здесь пусть будет 1, здесь будет 2 правильные ответы, отмечу, что я могу выбрать в каждой группе только один ответ, то у ребенка появится вот такое задание, где я могу выбрать между Ильвес и Рэбаной и между волком и собакой. Естественно, в данном случае то, что вы видите на экране, это абсолютная ерунда. Никто так не делает. Скорее всего, это два разных вопроса. Но вот немножко для экономии времени такую вещь показала. То есть можно не только слова выбирать, а можно в каких-то моментах, если не хотите использовать валику астуса пикюсимус, вот так тоже оформить. Очень похожий тип задания называется «Текст Иоса Вярвинина». Здесь мы будем работать все с тем же бобром. Возьму кусочек текста, вставлю его сюда, сохраню. Сохраню, и у меня здесь появляется еще одна лиса. Я могу добавить сюда цвета. Например, возьмем желтенький и синенький. Мы цвета подписываем, делаем легенду. Желтый и синий. Сохраняем все это дело. Ну и теперь давайте разобьем текст на предложение. Единственное, что я, например, хочу, чтобы у меня было первые четыре предложения – это одна группа, а вторые четыре предложения – это другая группа. Тогда я в последних четырех предложениях просто меняю признак группы. Поменяла, сохранила. У меня появилась вторая матрица. Вот, и я, например, хочу, чтобы он мне предложение покрасил по очереди. Первое предложение будет желтое, второе предложение – синее, третье предложение опять желтое, четвертое предложение – синее. Ну и здесь делаем наоборот. Цветов вы, естественно, можете использовать сколько угодно. И этими вещами можно, например, в текстах по языкам выделить мне подлежащее, сказуемое, еще какие-то вещи. Нажимаем на текст, нажимаем на предложение. Нажимаем на текст, нажимаем на предложение. Вот такие интересные вещи. От серого фона можно избавиться точно так же, как я вам уже показывала. Мы его просто выключаем здесь в функции. И у меня будет абсолютно плоский текст, plain text, который я могу покрасить таким образом. Не вижу, как это в реальных предметах использовать скорее для языков. Хорошо, про эти вещи мы поговорили. И у нас остался только ползунок, бегунок. Вот смотрите, на самом деле географы, видите, как предложили использовать. Мы даем здесь легенду. И по карте ребенок должен выбрать какие-то уезды. Точно так же это была у нас покраска вот этого текста. Где больше всего народу живет, где еще какие-то вещи происходят. Вот так можно использовать. То есть я вам сейчас покажу какие-то элементарные вещи. На самом деле вариантов использования очень много. Ну и на сегодня последний тип, он самый простой. Это ползунок. По-эстонски это лиукур. Лиукур. Техническая инструкция к ползунку только одна. Скопирую то, что мне предлагают здесь в тесте. Здесь остановлюсь немножечко подробнее на возможностях. Начало промежутка в Ахэми Куалкус. Например, наш бегунок будет начинаться с одного и заканчиваться на цифры 5. Шаг бегунка пусть будет один. И единица измерения. Ну, например, поставим градус. Ответ у нас целое число или реальное число. Реальное число. Есть смысл ставить, если у нас здесь был бы шаг меньше, чем один, или было бы отрицательное значение, что тоже можно. В таком случае это реально. Сейчас у нас это тайсарф. Мы тут ничего не хотим. Мы добавим правильный ответ. Три из пяти у нас правильный ответ. Правильный ответ может быть задан в промежутке. Например, если мы просим ребенка отметить температуру на градуснике, бегунок может немножко симулировать градусник, то мы можем дать температуру 36,4, 36,7. Это нормальная температура. Здесь настройки, опять же, показать шкалу. Я хочу, чтобы ее показали. Можно заставить его показать в промежутке в обратную сторону, не от 1 до 5, а от 5 до 1. И можно разместить этот бегунок вертикально. Здесь, где можно показать ответ справа-слева. Сейчас мы посмотрим бегунок в горизонтальном виде. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Видите, ответ. И вот этот самый единица измерения. В русском языке единица измерения окончания зависит от цифры. Поэтому здесь по-русски мы советуем использовать сокращение. То есть сантиметры – это SM. Если это градусы, то значок градуса и Цельсий. Это будет разумнее. Тогда не будет вот таких смешных вещей. Бегунок можно поставить. Да, длину он занимает 900 пикселей от и до. То есть всю длину задания. Если вы хотите его сделать меньше, то нужно использовать табличное оформление. О нем мы сейчас разговаривать не будем. Это будет уже, может быть, следующая часть, которая, если будет время, я вам покажу. Мы можем разместить бегунок горизонтально и, например, оставить ответы только в одном месте. Он тогда будет выглядеть вот так. Ответы у нас справа. Вертикальное размещение. Если еще вниз положить картинку, сделать подложку из картинки градусника, то, в принципе, тут будет прямо полное ощущение, только цифры неправильные у меня. Так, это что касается бегунка. Вот, есть такие вещи, опять же, для языков покажу. Можно разделить блоки. Это то окно, где мы выбираем разные типы заданий. Можно разделить блоки на две части экрана. Вот я здесь могу перетащить. Например, у меня текст. Вот стрелочка, да? Например, у меня длинный текст на одной части экрана, а вопросы для него на другой части экрана. Вот такие можно вещи сделать. Когда я решаю, как ребенок, то я могу одну часть спрятать, могу показать обе части. Вот еще одну спрятала, и вот здесь могу уже решать. Нужно учитывать, что фиксированная высота окна, если вы такие вещи используете, то ребенок должен быть предупрежден о том, что у него есть полоса прокрутки, которую он должен использовать. Напоследок покажу еще одну вещь. Я сейчас сотру все эти сизублоки, чтобы они мне не мешали. Я должна убрать галку. Использую шаблон. Например, я хочу использовать шаблон. Ну, например, пронумерованная таблица у меня сделана, да? Вы видите, что шаблон использован в блоке, который называется Allos Text. То есть никакую функциональность я туда вставить не могу. А я хочу пронумерованную таблицу использовать, например, в задании с тексту Allos-оваликом. Это то, что мы с вами сегодня смотрели, где можно нажимать на слова. Я захожу внутрь шаблона, нажимаю Ctrl-A. Обязательно сначала кликаю внутри этого окна. Нажимаю Ctrl-A. Ctrl-C. Я скопировала. Все содержимое окна. Иду, выбираю свой текст и осовалик. Мы про него сегодня говорили. Ставлю внутрь мышку. И делаю Ctrl-V. Моя таблица со всем оформлением, с правильными цветами, отступами. Она появляется здесь. И все, что мне нужно сделать, мне нужно скопировать. Это у меня было задание с бобром, да? Мне нужно, например, скопировать там эти три предложения, которые я хочу... Так, извините, я запуталась. Разделить. Ctrl-Shift-V. Скопировала. Которые я хочу разделить здесь вот на слова. И тогда уже, соответственно, занимаюсь тем, что делю эти предложения на слова. Делаю группу, заполняю матрицы. Он мне в каждой этой строчке может там выбрать определенные какие-то слова. И компьютер это будет способен оценить. Вот. Так, время у нас подходит к концу. Но позволю себе еще одну вещь показать. У нас в задании... Так, смотрите, я взяла здесь один шаблон. Пусть он будет пока. И возьму картинку свою с цыпленком. Это который... Текст с цыпленком. Просто чтобы вы видели, что это разные блоки. У меня есть сейчас по умолчанию блоки заданий пронумерованы здесь как 1, 2 и 3. Я захожу внутрь. Нажимаю на циферку 1 и подписываю, что это у меня табли... По-русски он не хочет писать, да? Он хочет только по-эстонски. Так, напишу туда по-английски. Таблица с картинкой. А это не с картинками таблицы. Это таблица с цифрами. Переименовала. Сохранила. Захожу во второй CISU-блок, блок с содержанием, называя его таблица с картинкой. Переименовала. А теперь иду в задание. Тип задания мы его с вами сегодня смотрели. Он простой валик. Я не буду сейчас писать вопрос. Я сюда напишу вастус-1 и вастус-2, чтобы просто показать вам эту функциональность. Здесь есть такой момент, как спрятать блоки и показать блоки. Вот у меня два блока с названиями картинка с цифрами и картинка... И таблица с цифрами, таблица с картинкой. Я сюда пишу SP. SP это CISU-блок. Это просто нужно запомнить. SP черточка. И дальше пишу свой table number. И я хочу, чтобы если ребенок выбирает один ответ, то система мне показала один CISU-блок. Если ребенок выбирает второй ответ, она мне показала другой CISU-блок. Тогда здесь я пишу table image. То есть в одном случае, если выбран ответ 1, она мне покажет то, что с цифрами и спрячет то, что с картинкой. Если я выбираю ответ 2, то она мне покажет то, что с картинкой и спрячет то, что с цифрами. Теперь я это дело сохраняю. И смотрите, здесь вот начинаются уже игры с оформлением. Вот это вот ерунда. Если у меня выбор ответов 1, он скрылся. Этот я сняла, выбрала ответ, он появился заново. Мне нужно бы поднять это все покрасивше. Для этого я могу сменить, изменить порядок блоков здесь. Подняла блок с вопросом наверх. Он у меня самый первый. Здесь сохраняю порядок блоков. А теперь, наверное, еще сделаю, что он не может выбрать сразу 2. Поставлю, что он у меня может выбрать только один ответ. Или да, скажем, или нет. Или ответ 1, или ответ 2. Смотрите, что происходит. Если я выбираю 1, он у меня прячет цифры и показывает мне картинку. Если я выбираю 2, он показывает только цифры. Хорошо. Здорово было бы, наверное, если бы, когда ребенок открывает задание, вообще вот этого всего было бы не видно. Ни картинки, ни цифр. А только у него выбор. Ответ 1 или ответ 2. Тогда я иду вот в эти блоки, которые с цифрами табличка, и которая табличка с картинкой. У меня есть такая галочка. Изначально мы этот сублок не показываем. Поставила галку. Сохранила. То же самое проделала вот в этом блоке. Я не показываю его. И смотрите, что получается здесь. Вот такое волшебство. Выбери правильный ответ. Я выбираю, если этот, то он мне дает еще одно задание. Здесь задания сейчас нет, но блок появляется. Если я выбрал этот ответ, он мне дает, соответственно, вот это задание. То есть тут можно сделать такую вилку в зависимости от того, что отвечает ребенок. Естественно, можно здесь же отметить, что он только показывает, ничего не скрывает. Да, тоже тогда такие варианты могут быть. И про картинку еще забыла одну вещь сказать. Если я вернусь в блок с картинками, я его не подписала, у меня под циферкой 4. У меня есть два варианта. По умолчанию картинка не показывается. Вот этой галочке, пилитку от такса, ее нет. Но я могу, если я хочу, допустим, закачала сюда карту и не хочу ее вставлять в блок с текстом, я могу включить галочку, чтобы картинку мне показали сразу. Тогда эта картинка у ребенка появится в том месте, где она стоит в порядке блоков заданий. У нас был первый блок задания с выбором ответов. Второй и третий блок заданий у нас скрыты. Четвертый блок задания, картинка с цыпленком, вот она здесь появилась. Так, на сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то включайте микрофоны и спрашивайте. Я знаю, что, скорее всего, это было очень быстро сейчас все, информации много. Есть смысл пересмотреть потом это видео. Мы сделали запись, если она будет выглядеть прилично, то мы ее поставим. Я сейчас запись закончу. Если я найду, как это сделать. Спасибо. 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 Спасибо.